Всем привет, дорогие зрители! Добро пожаловать! Сегодня у нас очередное видео о переделках одежды. Переделывать мы будем мужские рубашки и second hand. Скорее всего, получится переделать одну, может быть, две вещи. И, кстати, видео о переделках теперь будут выходить короче, но и зато намного чаще. Надеюсь, что вам такой формат тоже понравится. Для своего мужа в second hand я купила вот такую потрясающую рубашку от бренда Gentle Womo. Мне такой бренд не был знаком, но когда вещь попала ко мне в руки, я поняла, что качество потрясающее. Я поняла, что изделие стоящее, и действительно здесь потрясающие швы. Роскошный материал, он похож на бязь, но только мягкий. Я не знаю, к сожалению, что в составе. Проверила, оказалось, что состав натуральный, но не могу сказать, есть ли здесь примесь хлопка со льном, либо же просто лен, либо же хлопок. Лен немного напоминает, но и не совсем. Ну так вот, мужу эта рубашка не понравилась. И вообще он у меня к second hand довольно равнодушный. И я бы ее пристроила кому-нибудь, потому что это роскошное качество. Но, к сожалению, уже дома при дневном свете я увидела, что эта рубашка очень заношенная. У нее заношен воротник и манжеты. К сожалению, такое уже никому не предложишь, поэтому я и буду ее сегодня переделывать. Я также прикреплю все фотографии, которыми я вдохновлялась для этой переделки. И мне кажется, вы увидите, что вот эта рубашка, этот материал идеально подходит для моей задумки. И вот как эта рубашка выглядит на мне. Конечно же, ничего особенного. Обычная рубашка прямого кроя. Итак, первым делом с помощью отпаривателя я уберу карман. Он мне не понадобится. Далее я отрежу ворот. И также хочу отпороть вот эту вот деталь. Она нам также ни к чему. Я также отпарю эти прекрасные пуговицы и обязательно их сохраню. Ну, они классные и вполне возможно пригодятся мне для какой-то другой переделки, потому что для этой переделки они мне не нужны. Я отрезала ворот. Вот он. Его я выброшу, он мне не нужен. Отпорола эти детали. Они мне, возможно, пригодятся. У них хорошая длина, так что пока оставлю. Карман тоже, наверное, не нужен. И сейчас я хочу все-таки отпороть также рукава, потому что мне не нравится вот этот грубый шов. Ну и, соответственно, здесь. Вот так сейчас выглядит моя рубашка. И что я хочу сделать? Я хочу соединить плечевой срез передних полочек со спинкой. И на спинке сделать новый плечевой срез, который будет повторять вот этот. Мои рукава готовы. Пока они у меня были в свободном доступе, я также обработала их низ, обработала двойным швом. И также это будет пространство для резинки. Рукава у меня будут на резинке. Вот здесь, видите, оставила небольшое отверстие для входа этой резинки. Итак, мне пришлось распускать рукава и заново их шивать, потому что поползли прежние швы. Ну, как бы ничего не поделаешь. Также рукава у меня, к сожалению, получатся короткие. Я хотела сделать их длиннее. Все дело в том, что на рубашке изначально мне не хватило длины рукава. Так что, если вдруг вы будете делать подобную переделку, имейте в виду, что для длинного рукава нужен действительно большой размер рубашки по отношению к особому размеру. Сейчас я хочу отрезать вот эти подгибы для пуговиц и их петель. Я уже обрезала с одной стороны. И посмотрите, у меня получилась уже готовая косая бейка для обработки ворота. Смотрите, я поняла, что что-то у меня идет не туда. И решила отворвать спинку от передней части. И сейчас я нарисую себе новую спинку. Для этого я буду использовать трафарет, свою рубашку. Ну, а переднюю часть буду делать моим любимым способом. Способом проб и ошибок. Вот моя спинка, которую я сделала себе по трафарету. Она выглядит большой, но я пущу здесь выточки по низу. И сейчас к плечу хочу пришить свои передние полочки. Итак, вот что я имею на данный момент. Спинку я сделала хорошую. Также пройма удалась. А сейчас я хочу подогнуть вырез, который меня устраивает. И английскими булавками его приколю и отрежу, прошью. Также я не буду делать выточку на груди. И опущу несколько мелких выточек к поясу. Тем самым посажу изделие по талии. Из кусочков, оставшихся от прежней рубашки, я сделала такую длинную-длинную ленту. И сейчас ей буду обрабатывать с горла свой вырез. Если я не ошибаюсь, это называется метод косой бейки. Из этих деталей, которые у меня остались со спинки, которые я отпорола еще в самом начале, я сейчас буду сшить пояс. Я вчера вечером дошила и вшила пояс. Также вшила рукава. Мне осталось вставить в них резинки. И вшить также ленты для завязывания. К сожалению, завязки получатся куцами. Потому что подходящего материала для этих целей у меня не так много. Только вот эта часть спинки. А сшивать из кусков завязки я не хочу. Потому что, на мой взгляд, это будет смотреться еще хуже. Но посмотрим, что получится в итоге. Посмотрите, мои ленты готовы. Я сейчас их буду вшивать в пояс. Края пояса я специально оставила необработанными, незаконченными. Также я прошила крупными стежками концы моих лент, чтобы их присборить и вставить в пояс, чтобы соответствовал размер. Пока не знаю, как я это буду делать. Посмотрим. Смотрите, у меня остались кусочки ткани от рубашки. И так как мы живем в 2020 году, я хочу из них сшить себе маску для лица. И также в стиле мезон клео я хочу сшить себе резинку для волос, которую также можно будет носить как браслет. Я вам прикреплю фотографии, на которые ориентировалась. Ну что же, у меня все готово. Но перед тем, как показать вам результат, я бы хотела спросить, стоит ли дальше записывать процесс работы или нет. Если вы мне скажете, что стоит, то я буду продолжать это делать, буду совершенствоваться в этом вопросе. Если же вы мне скажете, что не стоит, то я перестану позориться, перестану записывать это, потому что, когда я монтирую, я удивляюсь, зачем я за это взялась. Потому что я толком ничего не могу объяснить. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И так, моя первая переделка. Я ей очень довольна. Мне очень нравится этот топ. Посмотрите, хватило материала также и на маску, и на резинку для волос. Это не моя идея. Я где-то в инстаграм, правда не помню где, видела маски, делали из того же материала, что и ободки. Выглядело это очень свежо, интересно. Также Незон Клео, если не ошибаюсь, делает резинки для волос из того же материала, что и одежда, топ, например. Также их резинки можно носить как браслеты. Я так не буду носить, мне это не очень нравится. Но согласитесь, когда аксессуары сделаны из того же материала, что и основной наряд, это выглядит очень стильно. Топ получился просто роскошный. Он из того материала, который я хотела. Он того фасона, который я хотела. И стоил он всего 2,5 доллара плюс-минус. Но выглядит намного дороже. Но есть у него и минусы. Это то, что с изнанки он выглядит не очень аккуратно, потому что все швы обработаны зигзагом, так как у меня нет оверлога. А второй минус, несмотря на то, что это ткань, которую подобрала я сама, я почему-то не подумала, что он будет настолько прозрачный. Ну, согласитесь, такой глубокий вырез, прозрачная ткань. Топ в таком виде подходит только для пляжной моды. Надевать его на купальник будет здорово. Хотя можно, наверное, какой-то аккуратный бралет надеть. Посмотрим. Но я нашла способ, как этот топ можно носить в городе. Сейчас я вам все покажу. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Вторая рубашка выглядит немножко непрезентабельной. Она довольно мятая. Но я думаю, это не главное. Главное, результат, правильно? Итак, это рубашка от Ralf Lauren. В отличном состоянии. Мне она очень нравится. С ней все хорошо. Но подобного кроя, классического кроя, рубашка у меня есть. Поэтому эту я хочу посадить немного по-другому на свою фигуру. Я хочу обозначить талию. Мы сделаем модные нынче складки на ней, благодаря которым рубашка преобразится. Я также прикреплю все фотографии с разными вариантами исполнения этой идеи, чтобы вы сами могли выбрать для себя, что вам понравилось, если вдруг решить воплотить эту переделку в жизнь. Я же буду делать симметричные складки и спереди, и сзади. И посмотрим, что у меня получится. И вот как эта рубашка выглядит на мне. Я сразу скажу, что я не буду ее резать, я не буду ее особенно менять. Я хочу как-то так ее переделать, чтобы при желании все можно было вернуть обратно, потому что рубашку от Ralf Lauren в таком состоянии, такого качества, мне жалко портить. Я хочу сейчас приступить к переделке. Еще раз примеряю рубашку, хочу определиться, где у меня будет талия, потому что если сделать ее повыше, то ноги будут казаться длиннее. Рубашка эта, повторюсь, классная. Я ее особенно не хочу модернизировать, просто сделаю защипы и разглажу, разложу складку свою аккуратно утюгом. И когда мне надоест так носить, все это дело сюда можно будет вернуть обратно. Итак, я сейчас определюсь, где будет моя талия. Я хочу также понять, сколько у меня будет складок и сколько сантиметров я хочу убрать. Для этого я выверну рубашку наизнанку и на себе буду закалывать симметрично, но на глаз. Спереди я решила сделать четыре складки. Я их, конечно же, распределю равномерно. Сзади пока не знаю, наверное, будет три или четыре. Следующая переделка также удалась, на мой взгляд. Хотя мне недавно в комментариях написали, что в моих переделках недостаточно манипуляций, чтобы считаться переделками. Я с этим не согласна, потому что переделка это не только трансформация одного вида одежды в другой вид одежды, но это также может быть и трансформация из немодного изделия в модное изделие, из плохо сидящей вещи в хорошо сидящую вещь, но вы поняли. Так что будем считать это переделкой. Мужские рубашки на женских фигурах выглядят довольно здорово, но уже обыденно. Поэтому мне пришла в голову такая идея переделки. Выглядит это здорово, выглядит это стильно. Но не на вешалке, конечно, а на фигуре. Вы сейчас все увидите. Кстати, для этой переделки не обязательно нужна швейная машинка. Все это можно сделать вручную. Просто следите за тем, чтобы швы были аккуратные с мелкими стежками. И напоследок я вам покажу еще одну, также очень простую переделку. У меня есть хлопковая блуза, которая мне очень нравится, но она мне велика. Блуза на кулиске, поэтому по талии ее можно было без проблем распределить. Но было заметно, что в плечах она мне большая. Поэтому я включила в это видео и эту переделку показать тем, кто не знает, как можно убрать лишнюю длину в плечах. А вот и блуза. На мой взгляд, она очень симпатичная. Но, как видно, она мне немного велика. Поэтому надо подогнать ее по своей фигуре. С этой блузой я особенно не буду мудрить. Я хочу заузить манжет. Переставлю пуговицу где-то на сантиметр от края. И более-менее хочу посадить ее в плечах. Сделаю небольшие складочки и загибы. Точно такие же, как у меня на спинке и на полочках декор. Так что загиб будет наружу. Но если у вас нет подобного декора, то вы можете сделать загиб вовнутрь. Тем самым потянется плечо и сядет по фигуре так, как надо. Вся сложность только в том, чтобы сделать это параллельно, на одном расстоянии. И еще меня смущает этот грубый шов. Субтитры сделал DimaTorzok На этом я буду заканчивать свое видео. Спасибо, что вы его посмотрели. Я очень рада, что мои видео о переделках, мои DIY-видео находят такой отклик. Потому что это то, чем я сейчас люблю заниматься. Что мне интересно. Кстати, скоро выйдут еще несколько видео о переделках рубашек. У меня их скопилось очень много. Так что подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ждите уведомления о новых видео. Еще раз спасибо и пока!